Сегодня, 5 декабря, в России отмечается День воинской славы. День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году. Сегодня сотрудники мэрии и Управление соцзащиты поздравили единственную участницу обороны в Москве, проживающую в Якутске. Подробнее расскажет Ниргуяна Егорова. Лилия Николаевна ежегодно в этот знаменательный день ждет гостей. Молодое поколение обязано помнить. И память о этом будет жить, память о вашем подвиге. Я вас поздравляю. В 17 лет ушла на фронт добровольцем. Служила младшим сержантом, командиром отделения, помощником завода пулеметчиков. Демобилизована в 45-м. В 42-м году мне исполнилось 17. Взяли, отправили в Москву. В Москве я попала учиться на младших командиров. Сразу посадили писаря. Я пришла к командиру. Я говорю, что меня? Я зачем училась-то? Училась на пулеметчика, на станкового. Лилия Коптелова родилась в Татарстане. Оборонив столицу, после войны осталась в Москве. Работала водителем троллейбуса. Хоть она и не уехала вслед за мужем на север, но перебралась в Якутию. С 1992 года Якутск родной и любимый город. На сегодня в городе Якутске проживает 91 участник Великой Отечественной войны. На сегодня надо сказать, что выплаты, меры социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны, конечно же, все они оказываются в полной мере. Обеспечение жильем. Заканчивается у нас очень хорошая программа по капитальному ремонту. В августе следующего года ей исполнится 93 года. Человек, который прошел через войну, строил коммунизм, а в современной жизни радуется за мирное небо и правнуков. Мне врач сказал, что когда застудила, еще в 41-м году, а в 42-м году я стучила, когда нас учили в учебном, мы не заходили в мороз 45, а мы в сапожках. Так что я им посоветую любить свою родину. На груди Лилии Коптеловой ее боевые награды. За каждую из них она была готова отдать свою жизнь. Но дорога сердцу медаль, которую она получила в битве за Москву.